У нас действительно была очень неплохая система образования, которая имела и значительное число достоинств, и не менее серьезные недостатки. Хотя, конечно, это не та система образования, с которой мы должны переходить в будущее. Не споря с самим тезисом о том, что у нас было хорошее образование, я считаю, что наша задача создать современное образование, достойное России в 21 веке. Как можно было бы оценить нынешнее состояние российского образования? Я считаю, что это переходное состояние. Мы уже не в столь сложной ситуации, как она была, допустим, в 90-е годы, когда наши преподаватели не получали практически никаких денег. Я сам помню, начинал работать в университете с абсолютно незначительной, смешной зарплатой, по-моему, в районе эквивалентной 10 долларов. И практически были разрушены основные курсы во многих учебных заведениях, либо приходилось все это собирать на живую нитку, создавать что-то новое. Особенно это касалось гуманитарного образования. Но, с другой стороны, мы еще пока не сделали качественного рывка. Хотя за последнее время нам кое-что удалось. Я имею в виду, конечно, прежде всего, тот самый национальный проект образования, который был запущен. Он все-таки помог и средней школе, я имею в виду и новые зарплаты для педагогов, и специальные выплаты лучшим педагогам, специальные выплаты лучшим ученикам. Я имею в виду и переоснащение классов, дополнительные возможности технические, которые получили наши школы. И в высших учебных заведениях мы все-таки смогли создать такую ситуацию, когда наиболее передовые высшие учебные заведения получили довольно приличные ассигнования из бюджета. Я хотел бы сказать, что сейчас у нас в образовательной системе в год тратится порядка триллионов восьмисот миллиардов. Это все источники, которые расходуются на систему образования. То есть это общее поступление? Это консолидированные расходы на систему образования. Это, конечно, беспрецедентная сумма, если сравнивать такого рода расходы с ситуацией в 90-е годы. Это не значит, что мы закрыли все вопросы. Но в любом случае в системе образования есть деньги и есть желание эти деньги правильным образом расходовать. Поэтому я считаю, что мы находимся в такой промежуточной фазе. Мы уже не на самом дне, но нам еще очень многое предстоит сделать для того, чтобы создать современную систему образования. Сейчас больше всего, пожалуй, говорят о ЕГЭ, о едином госэкзамене. Теперь в ВУЗ из школы можно поступить только после сдачи ЕГЭ. Как я понимаю, главная генеральная идея – это уравнять возможности у абитуриентов из крупных городов и из глубинки. Получилось, Дмитрий Анатольевич? Вы знаете, я вот сейчас представил себя на месте тех, кто поступал в университет высшеучебное заведение в этом году. И я им завидую. Завидуете? Завидую. Объясню, почему. Потому что, когда я поступал, наверное, когда вы поступали в университет высшеучебное заведение, у нас был довольно такой серьезный стресс. Принято говорить, мандраж перед экзаменами. Мало того, что в школе отсдавался, так еще и нужно прийти в высшеучебное заведение и сдать экзамены там. А там масса неопределенностей, масса самых разных факторов и просто обычное волнение перед экзаменом. И потом, давайте не будем закрывать глаза на то, что было совсем недавно и много лет назад, когда я поступал. Блатные – те, кто поступают по звонкам и за деньги. И они создавали ситуацию, когда, по сути, они оттирали часть хорошо подготовленных ребят. Потому что они же, естественно, забирали на себя часть мест. В нынешних условиях все-таки очень многое зависит от самого ученика, от самого абитуриента. Как бы ни критиковали, допустим, нынешнюю систему единого госэкзамена, она не идеальна. Она работает совсем немного и, естественно, еще нуждается в совершенствовании. Но все-таки эта система, а, направлена против коррупции, б, она делает сам процесс сдачи гораздо более прозрачным. И действительно, то, что вы сказали, в-третьих, эта система уравнивает тех, кто учится в провинции, в глубинке, с теми, кто учится в столичных городах. Уже в этом ее большое прогрессивное значение. Есть, конечно, и определенные сложности, заключающиеся в том, что люди подают заявления в разные институты, в разные университеты. Причем некоторые подают их десятками и так далее. Дмитрий Анатольевич, ну, даже такой появился термин «образовательный туризм». Представляете, это в десятки человек успевал обижать. Получались какие-то гигантские очереди, неразбериха. Знаете, это, конечно, издержки. Я думаю, что с этим можно справиться. Во-первых, люди не очень верили, кроме того, скажу, что в университет можно поступить без экзаменов, вступительных экзаменов, только на основе ЕГЭ. Потому что подспудно сидело ощущение, что в какой-то момент государство примет другое решение и заставит сдавать экзамен. Это первое. И второе, действительно, было желание обижать всех и вся. Я думаю, что здесь можно поставить аккуратный барьер. Я дам поручение нашему Министерству образования определить, может быть, предельное количество высших учебных заведений, куда можно подавать заявление. Будет это пять или десять. Ну, вот просто, чтобы здесь какой-то барьер присутствовал. Но в целом это все равно побуждает к такому активному поиску. Я считаю, что это не очень плохо. Но, наконец, самое главное. Мы же знаем, что далеко не все, кто поступает, в конечном счете способен учиться. Поэтому это-то как раз и есть главный тест. Неважно, в какой университет ты поступил. Самое главное в нем удержаться. Помните, как раньше говорили? Сдал первую сессию, уже все прописался, стал нормальным студентом. Вот и сейчас будет то же самое, только еще в более таком серьезном масштабе. Ну, а вот еще одна проблема, например. Достаточно большое количество льготников. Вдруг появились десятки тысяч каких-то, вот об этом писали, липовых справок. Также, не знаю, победители каких-то различных олимпиад. Шутка ли дело. 13 тысяч человек. Да, значит, с этим нужно разобраться. Значит, липовые справки, это дело подсудное, как, опять же, говорят в народе. Поэтому нужно просто с привлечением правоохранительных органов посмотреть, кто и чего предъявлял. И дать по рукам. Тот, кто притащил такую справку, тот должен быть отчислен. А тот, кто выдавал, допустим, справку без основания, должен быть привлечен к ответственности. Что же касается олимпиад, то это дело более сложное. И здесь это в значительной мере ответственность самих ректоров и регионов. Значит, если они проводят олимпиады, будьте добры, проводите их на нормальном уровне. Потому что у нас действительно далеко не все олимпиады показывают самый высокий уровень. Но, с другой стороны, то, что у нас их много, само по себе это неплохо. Это все-таки заставляет наших детей принимать участие в таких соревнованиях. Нужно просто провести жесткую градацию. Какая олимпиада, на что дает право. И вот в этом случае это будет работать. Может ли действительно цеховая олимпиада, например, если так можно выразиться, распространяться как льгота на поступление в любой вуз? Вот это абсолютно правильно. Я думаю, что, может быть, не всякая олимпиада должна давать карт-бланш на поступление в любой вуз. Но в то же время есть олимпиады такого уровня, которые уже так давно себя хорошо зарекомендовали, что участие в них предопределяет самый высокий уровень подготовки абитуриента, самый высокий уровень подготовки школьника. Но еще раз повторяю, это вопрос саморегуляции. Ректоры должны здесь встретиться и в рамках своего союза принять решение, какая олимпиада на что дает право. А мы после этого утвердим это соответствующими актами правительства. То есть, если я правильно понимаю, то новая система ЕГЭ, она все-таки еще новая, она будет еще корректироваться? Конечно, она будет корректироваться. Но в целом, возвращаясь к тому вопросу, который вы задали, я отвечу достаточно оптимистично. Я считаю, что эта система показала свои лучшие черты. И если мы обратимся к такой упрямой вещи, как статистика, хотя в нее не все верят, тем не менее, у нас практически все абитуриенты, кто поступал в высшее учебное заведение, считают эту систему хорошей и справедливой. И 70% их родителей. Это немало. Ну, посмотрим. При этом это оправданное испытание для молодых людей? ЕГЭ? Конечно, оправданное. Я считаю, что каждый человек должен проходить в своей жизни какие-то испытания. Иначе он не сформируется как личность, он не сможет продемонстрировать свои лучшие качества. Поэтому и финальный ЕГЭ, и те государственные экзамены, которые проходят до того, они формируют характер. Я считаю, что это правильно. Дмитрий Анатольевич, ну а теперь о самом высшем образовании. По вашей оценке, как здесь обстоят дела, я имею в виду и количество вузов, и качество образования, и коммерциализацию в этой сфере? Выскажу свой взгляд на этот вопрос. Это не только взгляд президента, но и взгляд человека, который достаточно долгое время учился, потом преподавал. Я считаю, что у нас такая система высшего образования, которая находится в движении, скажем так, аккуратно. Если в 60-е годы у нас было около 500, наверное, высших учебных заведений, то сейчас их значительно больше, под 2000. О чем это говорит? О том, что, во-первых, появились новые частные учебные заведения. И, во-вторых, о том, что пока мы еще не создали оптимальной системы, которая должна быть создана в ближайшие, может быть, несколько десятков лет, если серьезно говорить. Это первое. Второе. Далеко не во всех высших учебных заведениях одинаковое качество образования. Если за такие традиционные государственные учебные заведения, вузы, я уверен, несмотря на сложности, которые существуют всегда, то за некоторые частные учебные заведения я бы не поручился. И если в 90-е годы на работу принимали человека просто по корочке, вот написано там красный диплом, специальность, допустим, та же самая юриспруденция, одни пятерки стоят, ну и, пожалуйста, вперед. Совершенно верно. Обязаны принять, да? Не только обязаны принять, они к этому довольно спокойно относились, потому что была вера в то, что любое учебное заведение, которое называется университет, дает хоть какой-то базовый набор знаний. То сейчас все уже разобрались. Важно не то, что написано, а что человек получил в университете. Поэтому я считаю, что нельзя ситуацию напрягать и форсировать, искусственным образом ликвидировать, допустим, эти учебные заведения, которые не вполне готовы к тому, чтобы давать образование. Но какая-то реорганизация должна происходить. И естественным путем слабые учебные заведения должны присоединяться к сильным учебным заведениям. И это, в общем, нормальный, абсолютно позитивный процесс. Кстати сказать, мы использовали такого рода прием и при создании новых образовательных центров, когда к более сильным университетам присоединялись вузы, где, может быть, там более сложная ситуация. Здесь бытует мнение, что у нас самое большое в мире количество студентов. Это не совсем так. Есть ряд наших соседей, где плотность студентов значительно выше, чем у нас. Хотя мы кое-кого и опережаем. Например, вот Соединенные Штаты Америки, они имеют меньше студентов, чем мы. Если рассчитывать, исходя из пропорции на 10 тысяч населения. Ну а вот еще о деньгах и образовании. Совсем недавно по вашей инициативе был принят закон о малых предприятиях при вузах. Вот какие ожидания с этим связаны и смогут ли вузы зарабатывать сами? Я надеюсь, что смогут. Этот закон давался не без труда. Мне даже пришлось власть употребить для того, чтобы его быстро приняли. Поэтому я надеюсь, что уже осенью начнется создание такого рода специальных предприятий при вузах. Для этого теперь есть вся нормативная база. Я полагаю, что в общем туда может быть трудоустроено до 30 тысяч новых выпускников. То есть тех, кто оканчивает высшие учебные заведения. Может быть не сразу. Но самое главное, у этих предприятий должны появиться возможности для того, чтобы зарабатывать деньги. При этом человек не выбывает из самого учебного заведения. Он может продолжить свою научную карьеру. Здесь нужно будет, конечно, следить за порядком. Но идея, мне кажется, весьма и весьма благоприятная. Посмотрим, что получится. Дмитрий Анатольевич, в своем первом послании вы сказали о том, что система образования влияет не только на личность, а формирует сам образ жизни народа, передает новым поколениям ценности нации. В таком случае особая роль возникает в преподавании и развитии такой науки, как история. А как известно, взгляд на историю у нас часто менялся. А что у нас сейчас с историей? Что касается преподавания истории, то действительно было очень много нареканий. Особенно в 90-е годы, но и сейчас все-таки вопросы задаются. С чем это связано? Есть абсолютно объективные тому причины. Мы когда-то учились по учебникам истории, которые были утверждены определенным образом. Проходили жесткую идеологическую обкатку. Утверждали, что называется, на самом верху и давали некие целостные представления о том, что было в прежней жизни, что было в истории России, да и всего мира. Сейчас учебников много. И от этого в какой-то момент закружилась голова. Возникло ощущение того, что история смотрится абсолютно по-разному. Это объективная часть. Есть и субъективная. Она заключается в том, что далеко не все новые учебники истории, которые, допустим, были созданы, оказались равного качества. Просто разные люди их писали с разными возможностями, разными способностями и разными представлениями. Зачастую это были учебники, если хотите, написанные на зло. Вот был такой взгляд на историю, а на самом деле история была другой. И я вам ее расскажу. Это плохо. Потому что в голове у школьников в результате этого возникла каша. Я считаю, что мы должны в этом вопросе навести порядок. И для этого решения, в общем-то, приняты. Сейчас такого рода учебники проходят экспертную оценку. Причем это не экспертиза одного ученого, пусть даже самого выдающегося. А экспертиза крупных научных центров, таких как Академия наук. И только после этого этот учебник или учебное пособие может быть рекомендован для использования в школе. Ну а то, что в школе можно использовать разные учебники, я считаю, что в конечном счете это неплохо. Но это и создает особую ответственность для преподавателей истории за то, какой учебник он выберет и рекомендует для изучения нашим маленьким гражданам, нашим детям. Вопрос скорее в том, чтобы абсолютно очевидные вещи, они все-таки одинаково толковались в этих учебниках. Нельзя называть черное-белым, нельзя называть, допустим, агрессором того, кто оборонялся. Продолжение следует... Продолжение следует...